Ленточник тополёвый Появляются бабочки на свет где-то в середине июля месяца, ну там плюс-минус в зависимости от погодных условий. Первыми появляются самцы, они начинают искать подходящую территорию для создания будущей семьи, ну чтобы там была кормовая база хорошая, удобная и всё такое. Значит неделю они откармливаются, набираются сил и появляются самки. Самка выбирает себе подходящего самца с лучшей территорией, там внешними данными и так далее. Ну далее происходит процесс ухаживания стандартный, спаривание, после чего семейная жизнь бабочек заканчивается. Самцы улетают, нередко в дружные компании создают, весело проводят остаток своих дней. Ну кстати живут бабочки очень недолго, 10-12 дней, ну максимум 2 недели. Так что как-то надо успевать с середины июля до начала августа этих бабочек посмотреть. Красавец! Ну а самки в это время обитают обычно в кронах деревьев, где откладывают яйца. Кормовыми деревьями у них считаются тополёвые, то есть это может быть различные виды тополя. Очень часто она селится на осинах, иногда выбирает ивы. Вот, но собственно отсюда и название, что бабочка тополёвая. Бабочки откладывают по одному яичку на листик и это яйцо где-то в течение 10 дней созревает. После чего из него появляется маленькая гусеничка. Гусеница такая невзрачная, там коричневого или чёрного цвета, никаких опознавательных знаков там на ней пока нет. Вот, до конца лета у неё проходят две линьки, после чего бабочка уходит в зиму. Для своей зимовки она, свара обычно сворачивает трубочку из листика, прикрепляет его клейким составом к ветке, чтобы не сдуло осенью или зимой. Забирается в эту трубочку и в ней зимует. Весной с наступлением тепла появляются первые листья на деревьях и гусенички вылезают, начинают активно питаться. Питаются они так где-то, наверное, месяц. Вреда деревьям эти гусеницы не наносят, по причине того, что их просто мало. Во многих регионах, во многих странах эта гусеница занесена в красную книгу, как редкий исчезающий вид. Так что, эта красота вреда не несёт растениям. Значит, гусеницы где-то к середине июня месяца, ну где-то, может быть, в конце июня окукливаются. Стадия куколки проходит 10, может быть, 15 дней. Вот. Ну а после чего появляется вот эта красота. Яркая, нарядная бабочка. Примерно так выглядит годовой цикл. Что я ещё не сказал? Про питание я забыл сказать. Ну, значит, гусеницы, понятно, они питаются на листиках, а бабочки предпочитают различную разлагающуюся органику. То есть, это могут быть подгнившие плоды деревьев, фрукты упавшие, да. Это могут быть какие-то животные остатки крупных или мелких животных. Нередко бабочек можно встретить ползающим по дорогам, собирающим всякие такие вещи. На растениях бывают иногда, на зонтичных, собирающих пыльцу, но это скорее исключение, чем правило. Всё-таки живые растения – это не их основная пища. Вот такая, друзья, интересная бабочка. Заходите почаще, я буду периодически рассказывать про тех, кого снимаю. Ну, насекомые уже в этом году заканчиваются, ну, про птичек буду рассказывать, про, может, и животные попадутся, и про них расскажу. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова